Всем привет, друзья, с вами Смайл, и сегодня я не буду играть в Соник на Олимпийских Играх 2020. Всё дело в том, что на iOS-версии игры почему-то какой-то странный баг произошёл, из-за которого нормально нельзя пройти весь сюжет. И проблема вся в том, что уровень 3.1, это зона 3, уровень 1, не работает, а это новый режим фехтования. Это первый раз появляется в сюжете, ну, это локация, и она не грузит. Я сейчас покажу, в чём беда, напишу, наверное, в техподдержку. Ну, мы начинаем, запускаем игру, я сейчас всё покажу, ребят. Также у меня была проблема с аккаунтом, я его просрал, потом вернул, и всё такое, всё такое. Ранее сыгранный этап не был завершён. Это и как раз фехтование, я не буду его продолжать, потому что то же самое будет, бесконечная загрузка. Я покажу именно, какой уровень, и все дела. Вот, с Малиюти, в описании вы можете найти мой ID, если хотите меня добавить, друзья. Как раз у меня много свободных слотов. 12 у меня уже друзей. Кстати, самое смешное, что в техподдержке написали, что у меня не 12 друзей. Сейчас смотрю, у меня 12, и техподдержка странно работает. Там, ну, явно не один человек работает, а там, ну, много людей. И мне, видимо, попался реально какой-то, ну, шизоид и всё такое. Этап 3.1 не работает. На iOS. На Android у моего коллеги Jackson's SGE, или Super Game Elite, у него работает. Вот, просто ждём. Я откладываю телефон, и смотрим, что происходит. Я хотел записать с самого начала, но из-за того, что я на стриме, и просто вот прям буря эмоций была от демки, от бесплатной версии, там, 7 уровней где-то. Я сразу же купил и дальше играл, но потом понял, что было бы неплохо записать прохождение основных уровней и кат-цен, озвучить хотя бы одноголосым переводом. Естественно, перевод там есть. И он вроде как нормальный, вроде как говно. И, да, с третьего этапа я бы хотел начать. И вот тут такая вот дичь. Я не знаю, что делать. Сделали два патча. Два. На iOS два патча. Они не помогают фехтованию. Типа, там один такой крупный апдейт был. Ну, он, как сказать, крупный. Из всех обновлений из двух он был крупным. Он ничего не пофиксил. Потом вышел очень маленький патч, и он тоже ничего не сделал. Я не понимаю, что происходит. Это, наверное, впервые, когда я замечаю, что у Android-устройств нормальная версия вышла. Типа, без багов каких-либо. Ну, таких крупных багов. А здесь это просто... Это жесть. Вот, видите, оно не работает. Вы видите, сколько долго загрузка? Я вот тут говорю-говорю. Нифига. Я, естественно, чтобы продлить немножечко видосик. Я чутка поиграю в кое-какие режима. И просто расскажу, в чем прикол-то этого прохождения. И нужен ли он вам лично. Обидно немного, что я купил игру, а и тут такое. Это реально, ну, бред. Полный бред. Я все настроил. Настроил вот эту вот эмуляцию экрана через рефлектор 3 приложения. Крякнуто, естественно, можете поискать в интернете. Но нормально его найти нельзя. Типа, сейчас мы можем посмотреть в распродаже, что вот, уже куплено. Видите? Все зоны куплены. Но прикол в том, что когда ты покупаешь все зоны, у тебя вот эти вот два говна не работают. У тебя замок. И когда ты купил все зоны, тебе еще предлагают задонатить на усиление и на музыку. В чем прикол? Вот я долго думал, зачем такую систему сделали. Ладно, с усилениями. Пофигу. Но когда ты купишь все зоны, тогда тебе предоставят возможность купить музыку. А может кто-то не хочет покупать игру и купить музыку просто. Типа, играть в 7 уровней с музыкой. Почему так не сделали? Вы видите, сколько весь пар стоит? 600 рублей. Я не готов этого платить, честно. Я купил за 409 рублей вот это вот. И плюс еще Джексону помог с оплатой тоже ему зон на андроиде как раз. Типа, из-за того, что я ему дал демо билет, то ему дико накидали скидочек. И ровно, по-моему, 300 стало рублей. Смотри-ка. Предметы. Предметы. И тут 4 премиум демо прохождения. Оно дает возможность всю зону первую пройти. Всю. Всю зону первую. Первую. Первую зону. И когда ты пройдешь эту всю первую зону, тебе начислят скидочку на полные все зоны. Самое смештое, можно купить по отдельности зоны. Типа 1 и 2, потом остальные и остальные. И это невыгодно, ребят. Сразу говорю, лучше поднакопить и купить все зоны сразу. Как-то так. Давайте я покажу геймплей. Покажу я геймплей. Вот так. Начинаем. На самом деле, игрушка прикольная. Я, правда, на низких играю, но мне не важен графон. Но он тут, кстати, хороший. Прям реально хороший. Классный микролаг. Прям реально классный микролаг. И, на самом деле, эта же игра, по идее, сделана на Юнити. И, типа, я поражаюсь то, что, ну, здесь такая графика, в принципе, на Юнити. Типа, неплохо выглядит. Реально неплохо. Я думаю, надо выбрать другого персонажа, а вы как думаете? Соник тут не особо крутой, наверное. Я думаю, попробую Джетта. Озвучка здесь странная у Джетта. Но мне нравится, что его добавили сюда, как и в старшей версии на Nintendo Switch. Стартуем. У меня раньше было изумительно, ребят. Раньше всегда изумительно было. Я разучился играть в это. Вот прям разучился играть. Да, и вправду, за Джетта быстрее получается. Чутка я рекорд свой улучшил. И так, да. Да, и это классно. Набираем TP. Многие, кстати, спрашивают, зачем вот это вот TP. Типа, вообще, это для того, чтобы заходить в ежедневные уровни и вообще особые уровни во время сюжета. Они там 5000 просят там с тебя, и у тебя реально снимаются эти деньги, точнее, доллары игровые. На самом деле, обидно то, что многие засрали эту игру и поставили низкие оценки за то, что она не бесплатная. Ребят, ну кто будет делать игру бесплатно? Объясните мне, пожалуйста. Ну вот кто? Кто будет делать игру бесплатно? Никто. Особенно даже, особенно даже на мобильных устройствах. Ребят, вы же, вы же тоже бы хотели, наверное, зарабатывать, делать свои фанатские игры по Сонику Экзе. А они тоже, они делают годноту, а никто не хочет покупать. И это обидно. У меня, по-моему, скопилось три задания, которые можно выполнить. Давайте как раз попробуем их выполнить. Мне даже интересно, что там. Какие там задания? Так. Стрельба, прыжки на батуте и 100 метров. Это плохо. Потому что я просрал. Ну давайте попробуем. Та-та-та-тан, та-та-тан, та-та-тан, та-та-та-тан. Так, три. Ух ты, ё-моё, что это? А, это из четвёртой зоны уровень. И тут есть новые предметы, которые, видимо, не надо. Трогать. Но я уже всырал, потому что я уже тронул. Ой, а мне как повезло-то. Мне даже интересно, смогу ли я победить в зоне, которую я не играл ещё. Ну, идеально пока что, да? Пока мне не падают круглые. Ага, не падают. Да, я проиграл, видите? Там у него 230 тысяч. И я не справился с этим. А я удивлён. То, что по сюжету добавляют какие-то фишки в режимы. Типа вот этих вот шариков. Ух, ё-моё. Ну, тут надо бешеную реакцию. Чтобы прям затащить. Ну, я уверен на все сто, что я не справлюсь. А я уже проиграл. Сложно, сложно. А, не, я победил. Я победил. Я победил. Еее. 336 ТП дали. Классно. Ну, вот примерно так. Как эта игра и работает, в принципе. Пишите побольше комментариев, чтобы продвигать меня в рекомендации. И ставьте лайки. Спасибо за просмотр. С вами был я, Смайл. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok